господа еще раз добрый день и вот вам обещанный китайский парк я конечно не узнала про это здание ничего нигде я не смогла никакую информацию найти с вами покажу на самой высокой горе стоит здесь посмотрели поближе подождите подойду не мешает вот это строение за него не видно то что я вам хочу показать вот не знаю как я смогу туда подняться или нет но постараюсь вот он но в экране не очевидна его величина он прям великий великий такой большой не надоело там совсем не надоело вообще не надоело совсем все наоборот вау так интересно теперь у меня есть выбор я могу подняться с той стороны к этому сооружению я не знаю как это называется или могу подняться вот с той стороны наверное все таки выберу вот ту сторону потому что там очень много полей и интересных каких-то таких мелких маленьких строений типа вот этого вот в китайском стиле так хей наса хей хей хеллоу вау тут пруд какой-то я так предполагаю когда вот есть сезон лотоса и лотоса вот это и не знаю в каком месте по моему это сентябрь октябрь они превращают его в грязь и тут и садят лотоса и сентябре прям в конце сентября у них цветут лотосы вот в таких прудах обычно очень похоже на житом парк в пекине очень красиво мне нравится мне уже нравится надо вот эту сфотографировать вот когда в частном доме можно вот такую дорожку сделать давайте задавайте вопрос я вам буду отвечать и потихонечку приблизимся к тому месту к той цели куда я иду уфа приветствует здрасте привет 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 уфа и уфингчане очень дружелюбный народ вообще в два раза в моей жизни была коммуникация но как бы вот какие-то соприкасно соприкасалась с уфингчанами это первый раз когда я познакомилась с моим мужем кстати они мне принесли очень большую удачу тогда ну вот с этими лошадями они попросили мне научить их кататься на лошадях а мы у них в гости гостили в тот день они приехали отдыхать на золотое озеро а мы тоже там были мы решили с ними познакомиться а вот и в палатках сидим играем в карты и вдруг они мне говорят марин научи нас кататься после этого значит то я не помню вот не прошу не про вот если бы они были где-то вот где-нибудь где они могли бы меня увидеть не помню чтобы они ко мне приезжали без подарков всегда не с подарками такие благодарны и прям а потом в пекине тоже познакомились но мили так раньше чартерными рейсами летали и у меня была одна подружка зуля и у него был друг то тоже из уфы мы его называли мучачо потому что он был очень смешной у нас была очень большая компания и мы поехали гулять значит как вот мучачо мы его назвали мы поехали гулять и так получилось что в машину мы все сели в машину а его места не было то есть он должен был сесть кому-нибудь вот на на колени иначе он оставался а вот и они говорят садись зулифе на колено и садись зулифе на колено и на колено и все прозвали его мучачо и наш мучачо годами потом нам привозил она как-то в екатеринбург приехал и встретился со мной и с моим мужем привез нам всяких и меда привез и чего только нам не привез вот так что у меня прям только позитивные какие-то воспоминания про уфу и фингчан вот так вот так 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 позже так хочется добраться до этого места но мне кажется он смотрится как будто он близко но он так далеко это мне кажется я буду подниматься туда до вечера вроде близко но нифига не близко родителей зовет девочка мальчики говорит здесь идет американка идите сюда американка он думает что я американка мальчик уже мальчик мальчик привет спасибо мариночка так ну девочки нет наверно не доберусь вау как интересно вот вы видите что тут летает dragonfly называется я не знаю как на русском это мальчик люди кидаются под шумок марина приветик привет 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 всем привет красота и все-таки постараюсь подняться туда саранча наверное я не знаю не знаю вот hello no i'm not my gosh and i love you они догнали меня представьте себе дети кэй say hi to my followers hey ни хау ни хау ни хау ни хау догнали меня представьте себе и задали вопрос американка все-таки я или нет я говорю нет я русская если скажешь что я грузинка они не поймут а грузия грузия связи на ли они начинают потом спрашивать очень много вопросов сдают поэтому я говорю русская грузия где то что это европа или не европа отсвечивает мне кажется вот мне теперь придется подниматься на лестницах если я хочу подняться туда то мне надо будет потрудиться господа потружусь я и поднимусь на этой лестнице я думаю что я очень устану конечно я уже от спорта отвыкла расслабилась ну ладно сколько можно лежать сегодня целый день лежала потом поехала давайте я поверну камеру значит потом поехала заказала печать теперь я являюсь директором одной из очень известной британской компании но они меня просто директором взяли не знаю хорошо ли это но небезопасно это дело я вам скажу что немножечко я переживаю вот сегодня буду звонить юристам вот с ними разговаривать как себя вести потому что немножко побаиваются естественно их легких денег не бывает до поддержите тут есть на нас и не 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 попасть не мне очень интересно что это я уже целую муру прошла я вот снизу поднимаюсь вау сверху наверно видно видно вершинь жень так светлана медведева хочу я тоже посмеяться давайте насмешите меня тоже что такого смешного я сказала вам его только строят посмотрите вот строительства я уже у корня этого только зашла непереживаемость посмотрите сколько я прошла здесь только строят только начинается стройка или там а может идет какая-нибудь реставрация этого строение я не знаю но хочу подойти и посмотреть поближе а если будет возможность то вообще зайти в это в это здание и понять что это такое как я хочу в горе ты не представляешь тата тоже кстати вот я не знаю у таты идея фикс покорить какую-нибудь гору просто она этим горит вот смотрите идет то ли реставрация потому что он примут на горе висит это бедняжка наверное они боятся что это голгора может разрушиться и он может рухнуть поэтому подкрепление делают вот смотрите подкрепляют его какими наверно здесь быть смотревая площадка посмотрите вот они строят оттуда можно будет пройти и вот а здесь я думаю что будет лифт и в том можно можно будет спускаться по крайней мере так у меня рисуется все это моей голове фантазии хорошо что я в кроссовках поехала тут видимо побывали такие как я отодвинули все решетки подготавливали мне ножку а они сделать для воды чтобы вода стекала и я хочу в горы да тата в ближайшее время хочет покорить настоящую реально большую какую-нибудь такую гору думаю что она сможет потому что она занималась это вот на не знаю как этот спорт называется вместе с я тоже занималась кстати этим у меня даже фотографии где-то стоят в инстаграмме а ты и она пишет мне это море на море живя да ну да 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 конечно это надоедает согласна с тобой когда мы жили в сухуме я же там выросла в сухуме ну я так удивлялась когда отдыхающие приезжали думаю господи что их сюда привлекает что тут интересно я всегда удивлялась мы не ценим то что у нас есть я вообще не понимала альпинизм ну альпинизм когда по настоящей горе по горе поднимаешься а вот есть еще наверное это тоже альпинизм когда вот искусственная гора и ты там поднимаешься поднимаешься там на тебя одевают вот это вот пояс на как труселя и еще какой-то пояс и веревка и кто-то держит эту веревку а ты поднимаешься высоко-високо-високо вау какая красота смотрите поднялся от куда-то дедулечка да как еще еще мы что-то и и это что-то Продолжение следует... 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 Валентарстан не показываем Добрый день Валентарстана давно не было у вас Рада слышать Спасибо вам большое, спасибо Пойду по этой дорожке Может судьбу свою встречу Так Какие места волшебные Да, волшебные прям Не дать, не взять Ой, отсюда видно прям очень четко Посмотрите, не отсвечивает Такая красота Ну это да, вы все-таки правы Это храм И там вот сидят ламы Воздух, конечно, тут Прям невозможное Прям аж кислород Даже это самое Перекрывает Такая аллея Красота Неадекновенная Вот вес Китая вот такой вот Но вот люди, которые здесь не побывали Люди, которые не видели Культурных китайцев Они очень негативно о Китае отзываются Но Китай Безумно красивая страна Они все Самое лучшее делают для своего народа Они гордятся Это Я очень-очень желаю Чтобы у нас точно так же было Люди Не думали только о своих карманах А думали о народе О людей О красоте А вот Марина, конечно Встретит Ты с такой женщиной Каковы бы Занимания Не останется Да, это была шутка Господи Китай здесь У нее не тот Так Там, наверное, Лама читает мантры Да, 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 да Когда-то у меня была Одна подружка Монголка Из Монголии Вот Подождите Есть Из Монголии И она меня повела Тоже вот В храм Где ламы И вот они Что-то там жгли Какие-то вонючки Жгли Что-то за меня помолились В красных каких-то одеяниях Были одеты В халатах В каких-то вот таких Оранжевых шареварах Вот В общем, вот так Александр тоже Любви народ Сто процентов Согласна с вами Да Да Народ, конечно, очень Своеобразный У них Особенный Склад ума Какой-то У них вот Удивительно Сочетается Ум И доброта То есть Если у нас Человек умный То у него Какой-то Обезображенный Ум И интеллект И этот человек Уже пустой Он один ум И в нем Нет сердца Основном Такие у нас В основном Не то, что у нас русские А вообще Европейская раса Я имею в виду А вот А у них Чем Чем Образованнее Тем мудрее Тем добрее И тем как-то Вот Я не знаю Вот 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 Чему надо учиться Этот секрет Надо понять Почему у них так Почему Александр Привет Испорченному Теперь Подойдем К другой Вот Что-то Вот Тут Стоит На горе Тоже Вот На этой горе Ну Тут Пожалуй Призадержимся Посидим Немного Да Александр Уже не тот Да Со мной Он был Моложе И Более Такой Моложе И интереснее Что-ли Я скажу вам Не побоюсь Сказать Это Китайцы Занимаются Тут И музыку Слушают Какая красота Какая красота Господи Можно и спуститься По этому лесу Я боюсь Здесь Наверняка Есть змей Ну В первую В первую очередь Они сделают Для страны Для народа Это В первую очередь Это 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 Не обсуждается У них А потом Уже Для себя Придуриваются Чем богаче Тем проще А потом Увидишь Человека На какой-нибудь Вечеринке Где-нибудь И весь в брендах Весь одетый Разодетый А думал Тогда Когда ты с ним Познакомился Ты думал Что это просто Простой рикша Какой-нибудь Здрасте 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 Послушайте Китайскую музыку Предлагаю Послушать Китайскую музыку Больше ничего Предложить Не могу Он с Ольгой Стал Очень Неопрятный Не хочу Осуждать Обсуждать Ла-ла-ла-ла-ла Можно загадать Что-нибудь Давайте загадаем Загадайте Исполнится Я верю Я стою Прям в середине Место Магическое Я реально Чувствую Магическое Какое-то Магическое Присутствие Какой-то Магии Присутствие Какой-то Магии Магическое Магическое До великого Давайте Загадываем Желание Я хочу Здоровья Удачи Во всем Чтобы я смогла Построить Свой Шикарный Храм Свой Дом Вот Марина Сегодня у вас Выходной Да У меня До 1 сентября Я завтра Уезжаю На фэшн-шоу И оттуда Прямиком На море Господа Завтра Я еду На море С Зоритой Зора Приезжает В Шэн-жэнь Она меня Пригласила На фэшн-шоу Она приглашена Куда-то И она Для меня Тоже Попросила Билет Так что Я завтра В 6 часов Еду На фэшн-шоу Потом Мы заказали Такой Мини-вен Сядем В этот Мини-вен И умчим На море В 4 утра Будем уже Там В гостинице Чтобы все Были живы И здоровы Господи Ой-ой-ой Да Какая эгоизненность Только о себе Я попросила Я вернусь Сейчас И попрошу Чтобы Чтобы Все люди На земле Господи Чтобы все люди Я прямо В центр Встану Чтобы все люди Были счастливы На земле Чтобы все люди Были счастливы На земле Господи Вселенная Здесь Наверное Много Молились Много просили Я не знаю Сколько веков Этому строению Наверное Веков Очень много Что душу Мою Душу Господи Мою душу Чтобы Не превратить В злобную Чтобы у меня была Доброта В душе Много любви Чтобы было Вот Возьмите меня С собой На море Да Пожалуйста Здрасте Марина За нас Мы с вами Хотим На море Да 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 Какой кайф Что я сюда приехала Сегодня Получила Максимальный кайф Дома делать нечего Все выстряно Помыто Все по местам Расставлено Ну что дома сидеть Пропустила мы Где гуляем Гуляю я В парке В Китае В городе Шэньчжэнь ты столько всего пропустила я поднялась на гору я шести покажу на какую я поднялась на гору я там снизу увидела одно очень высокое такое сооружение строение я подумала надо туда подняться что это такое короче я поднялась туда сейчас туда возвращаюсь кстати я туда поднялась я сейчас нахожусь на самой высокой горе я сейчас я покажу где я сейчас я вот в конце вот этой дороги я тебе покажу и я поднялась оказалось это какой-то храм там сидят какие-то ламы в общем молятся вот спасибо что нам показываете такую красоту my pleasure it's my pleasure очень сложно то что сохранять сейчас люди словно с ума сошли ради наживы чем нет надо быть надо быть вот главное надо быть трудолюбивыми это раз обязательно быть трудолюбивыми второе надо быть обязательно немножко авантюристами 3 не надо бояться ничего в этой жизни все everything is possible то есть все возможно все возможно нам все подвластно нам подвластно все людям подвластно все мы просто боимся мы трусы вот все всего всему можно научиться всему можно научиться и очень быстро можно научиться если желание другой вопрос когда у нас желание нет нет желания и тогда и душа будет знаете не и душу не потеряем и меньше будет злых людей и меньше будем завидовать потому что каждый подскажет и поможет друг другу а здесь какая-то тропинка есть вот он по этой тропинке в принципе можно спуститься вот он я думаю что на тропинке то точно нет змеи но я хочу то не риф показать храм так извините что материнка на ответ в обожаю вас марина амина спасибо вам спасибо 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 люблю тебя и я тебя вот они риф я сейчас покажу сколько тут поднималась наверно скоро закончится эфир потому что час я точно сюда поднималась вот там храм там внутри ламы вот это увидела снизу и решила подняться я покажу откуда я поднялась смотри смотри откуда я поднялась вот весь город под подо мной тут вот он вот откуда я поднялась но я здесь спускаться буду я просто обошла вот так вот кругом и по-другому поднималась но факт том что вот она вот так вот и вот это сооружение стоит здесь на горе какие странные деревья живется не знаю теперь как мне спускаться то ли с этой стороны вот то ли отсюда вниз то ли по той тропинке где я показала по лесу то ли пойти вот той дорогой которая я пришла которая пришла вы уже видели но там есть еще другая сторона очень интересная сейчас я вам покажу о мой дедушка тут стоит привет привет приветики приветики всем бай бай да я получила огромное удовольствие от увиденного обязательно узнаю как называется этот храм в каком веку просто построена и что вообще тут происходит и обязательно выложу его у себя в на странице красиво в мариночка да красиво тут красиво да думаю отсюда спуститься или по тропинке где вот по лесу нет ну ладно аж сколь же пришла сюда с этой стороны спущусь вы знаете спуститься намного тяжелее чем подниматься кстати вашу папу звали 300 нам почему звали он есть 300 семенович жив здоров и пускай живет еще лет 50 и здравствует так сейчас я спущусь я иду сейчас на звук песни где-то какой-то вот кто-то счет что-то репетирует я хочу дойти до этого места и показать хочу вам показать и дать вам послушать в общем послушать и посмотреть эту китайскую репетицию на вашу бабу янка а вашу бабу как трестан красивое имя да спасибо молодец что нас взяла да вот вы можете сказать что вы были в парке в шинжине где на горе храм где молятся ламы протрите камеру на протяжись протру надеюсь протерлась тут у меня овова иногда говорят если вы делаете снимаете порчу или что-то надо видите на дорогу где но крестная дорога канал чтобы где крест вот пожалуйста те и туда дорога и туда дорога и сюда и я хочу в горы да тата в ближайшее время хочет покорить настоящую реально большую какую-нибудь такую гору я думаю что она сможет потому что она занималась это вот на не знаю как этот спорт называется вместе с я тоже занималась кстати этим у меня даже фотографии где-то есть в инстаграмме и она пишет мне это море на море живя да ну да 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 конечно это надоедает согласна с тобой когда мы жили в сухуме я же там выросла в сухуме я так удивлялась когда отдыхаешь отдыхающие приезжали думаю господи что их сюда привлекает что тут интересного я всегда удивлялась мы не ценим то что у нас есть я вообще не понимала альпинизм когда по настоящее горе поднимаешься а вот есть еще наверное это тоже альпинизм когда вот искусственная гора и ты там поднимаешься поднимаешься там на тебя одевают вот это вот пояс на как труселя и еще какой-то пояс и веревка и кто-то держит эту веревку а ты поднимаешься высоко-високо-високо тата всегда поднимала с конца я только до середины спросила разрешение вау какая красота смотрите поднимаешься куда-то дуличка 可以可以可以可以 告诉他们嗨你好你好你好你好你好你好你好 俄羅斯人你们怎么样 你们好吗 很好很好 你老家在哪里啊 我的老家在俄羅斯 我是俄羅斯人 可以 我们是很好朋友 对中国也很好朋友是不是是不是 пошел меня 很帅 很帅啊你 那么帅啊你 你那么帅啊 帅啊 那漂亮啊你 ви kinda ad mel 太帅啊 Lou 为什么 ты такой красивый говорят flexible они 那么漂亮 се bizarre се куда мы поднимаемся я сам покажу куда 你好 дедушка Памень говорит мне, «Нихао! Нихао!» «Нихао! Нихао!» Ах, милая! Где он был здесь? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я говорю, сколько лет этого сооружения? Он не знает. Вы представляете, он еще под землю столько же, оказывается, сколько и здесь. Вау! Вау, вау, вау. Очень интересная штука. Я надеюсь, что меня внутри пропустят. Хотя бы что-то увидеть. Не понять. Но он прямо на самой горе. На самой горе. А дедушка орет. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Красота, да? Красота, правда, красота. Такая красота. Вау! на чем он держался столько лет прямо вот на на кончике горы такая такая махина привет нашу Доброе утро! а здесь лама какой-то сидит значит здесь давайте посмотрим вот так а внутри люди живут нифига себе там такая лестница здесь они молятся это буддийское место там это лама сидит вау какая красота как у неё зазонок веселый да уау отсюда спуск представьте себе сейчас я вам покажу спуск да здесь это ламы сидят да ладно они здесь молятся интересно посмотрите куда идет эта дорога интересно вот вот эта дорога сейчас я вам покажу я все сделаю сейчас чтобы попасть туда прям все сделаю я им денежки заплачу посмотрите вот спуск вот можно отсюда подняться можно вот я сейчас спускаться буду прямо отсюда потому что он слишком далеко вот так вот обходить да это храм это храм буддийский храм да необычный буддийский храм вы правы наверное там люди живут туда наверно пройдет уже уже просит проходить туда уже не удобно вот если пойти по этой дороге то куда я интересно попаду вот здесь нам все понятно да господа манитарстан манитарстан не показываем добрый день манитарстана давно не было у вас рада слышать спасибо вам большое спасибо оллайт пойду по этой дорожке может судьбу свою встречу так какие места волшебные до волшебные прям вот вот не дать не взять до волшебной отсюда видно прям очень четко его вот посмотрите не отсвечивает такая красота но это да вы все-таки правы это храм и там вот сидят ламы воздух конечно тут прям невозможное прям аж кислород даже это самое перекрывает так какая красота и обыкновенная вот весь китае вот такой вот но вот люди которые здесь не побывали люди которые не видели культурных китайцев они очень негативно о китае отзываются но китай безумно красивая страна они все самое лучшее делают для своего народа они гордятся это это я очень очень желаю чтобы у нас точно так же было люди не думали о своих карманах а думали о народе людей о красоте а вот марина конечно встретить из такой женщины каковы бы внимание не останется да это была шутка господи китай здесь у нее не тот там наверное мама читает мантры да 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 когда-то у меня была одна подружка монголка из Монголии а вот подожди она есть из Монголии она меня повела тоже вот в храм где ламы и вот они что-то там жгли какие-то вонючки жгли что-то за меня помолились в красных каких-то одеяниях были одеты в халатах в каких-то вот таких оранжевых шареварах а вот в общем вот так Александр тоже прямом эфире он подстраивается под твои эфиры ну господи пускай сидит так да дух захватывает у нас древнейшая история старый и трудолюбивый народ сто процентов согласна с вами да да народ конечно очень своеобразный у них поособен особенный склад ума какой-то у них вот удивительно сочетается ум и доброта то есть если у нас человек умный то у него какой-то обезображенный ум и интеллект и этот человек уже пустой он один ум и в нем нет сердца в основном такие у нас в основном не то что у нас русские а вообще европейская раса я имею ввиду а вот а у них чем чем образованнее тем мудрее тем добрее и тем как-то вот я не знаю вот 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 чему надо учиться этот секрет надо понять почему у них так почему александр привет испорченному теперь подойдем к другой вот что-то вот тут стоит на горе тоже вот на этой горе ну тут пожалуй призадержимся посидим немного да александр уже не тот да со мной он был моложе и более такой моложе и интереснее что ли я скажу вам не побоюсь сказать это китайцы занимаются тут и музыку слушают какая красота господи можно и спуститься по этому лесу я боюсь здесь наверняка есть змей ну вообще по этому лесу лесу можно спуститься не такой он уж крутой спуск да китай наверное однозначно 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 да если у них есть много денег конечно они это показывают они могут вот такие вот крупные бриллианты на себя одеть там еще что-то но в первую очередь они сделают для страны и для народа это в первую очередь это это просто не обсуждается у них а потом уже для себя придуриваются чем богаче тем проще а потом увидишь человека на какой-нибудь вечеринке где-нибудь и весь в брендах весь одетый разодетый а думал тогда когда ты с ним познакомился ты думал что это просто простой рикша какой-нибудь здрасте 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 больше ничего предложить не могу он с Ольгой стал очень неопрятной не хочу осуждать обсуждать можно загадать что-нибудь давайте загадаем загадайте вы тоже давайте я вам покажу это вот центр этого места и можете помолиться попросить у бога у вселенной все что вы хотите сто процентов исполнится я верю я стою прям в середине место магическое вот я реально чувствую магическое присутствие магическое присутствие какой-то магии присутствие какой-то магии китайцы у них такой слух потому что они же разговаривают тонально у них же тональный разговор короче тональный у них четыре тона вот одно и то же слово имеет четыре значения их можно отличить только тоном и поэтому они все очень хорошо поют от мала до великого давайте загадываем желание я хочу здоровья удачи во всем чтобы я смогла построить свой шикарный храм свой дом вот марина сегодня у вас выходной дал мне до первого сентября я завтра уезжаю на фэшн-шоу и оттуда прямиком на море господа завтра я еду на море с зоритой зора приезжает в шэн-жэнь она меня пригласила на фэшн-шоу она приглашена куда-то и она для меня тоже попросила билет так что я завтра в 6 часов еду на фэшн-шоу потом мы заказали такой мини-вен сядем в этот мини-вен и умчим на море в 4 утра будем уже там в гостинице чтобы все были живы и здоровы господи ой-ой-ой да какой эгоизм только о себе я попросила я вернусь сейчас и попрошу чтобы чтобы все люди на земле господи чтобы все люди я прямо в центр встану чтобы все люди были счастливы на земле чтобы все люди были счастливы на земле господи вселенная здесь наверное много молились много просили я не знаю сколько веков этому строению наверняка очень много Пусть Господь услышит мои молитвы, пусть все будут здоровы, счастливы, пусть у всех будет работа по душе, пусть все будет хорошо у всех, но я свой дом не обменяю, пусть Бог поможет мне построить самый шикарный дом, храм, мой храм. Главное, что душу мою, душу, Господи, мою душу, чтобы не превратить в злобную, чтобы у меня была доброта, в душе много любви, чтобы было, вот. Возьмите меня с собой на море, да, пожалуйста. Здрасте, Марина. За нас мы дни, мы с вами хотим на море. Да, 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 да. Какой кайф, что я сюда приехала сегодня, получила максимальный кайф. Дома делать нечего, все выстрелано, помыто, все по местам расставлено, ну, что дома сидеть? Пропустила мы, где гуляем? Гуляю я в парке в Китае. В городе Шэньчжэнь. А-а-а, Тенериев, ты столько всего пропустила. Я поднялась на гору, я сейчас тебе покажу, на какую. Я поднялась на гору. Я там снизу увидела одно очень высокое такое сооружение, строение. Я подумала, надо туда подняться. Что это такое? Короче, я поднялась туда. Сейчас туда возвращаюсь, кстати. Я туда поднялась. Я сейчас нахожусь на самой высокой горе. Я сейчас тебе покажу, где я. Сейчас я вот в конце вот этой дороги. Я тебе покажу. И я поднялась. Оказалось, это какой-то храм. Там сидят какие-то ламы. В общем, молятся. Вот. Спасибо, что нам показываете такую красоту. It's my pleasure. Спасибо. Очень сложно. Очень сложно то, что сохранять сейчас. Люди словно с ума сошли ради наживы. Нет, надо быть. Надо быть, вот главное. Надо быть трудолюбивыми. Это раз. Обязательно надо быть трудолюбивыми. Второе. Надо быть обязательно немножко авантюристами. Третье. Не надо бояться ничего. В этой жизни все. Everything is possible. То есть все возможно. Все возможно. Нам все подвластно. Нам подвластно все. Людям подвластно все. Мы просто боимся. Мы трусы. Вот. Все. Всему можно научиться. Всему можно научиться. И очень быстро можно научиться, если есть желание. Другой вопрос, когда у нас желания нет. Нет желания. И тогда и душа будет, знаете, и душу не потеряем, и меньше будет злых людей. И меньше будем завидовать, потому что каждый подскажет и поможет друг другу. А, здесь какая-то тропинка есть. Вот он. По этой тропинке, в принципе, можно спуститься. Вот он. Я думаю, что на тропинке-то точно нет змеи. Но я хочу Танериф показать храм. Так. Извините, что Марина, что она ответила, обожаю. Вас Марина. Амина, спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Люблю тебя. И я тебя. Вот Танериф. Я сейчас покажу, сколько я тут поднималась. Наверное, скоро закончится эфир, потому что час я точно сюда поднималась. Вот там храм. Там внутри ламы. Вот. Я это увидела снизу. И решила подняться. Сейчас я покажу, откуда я поднялась. Смотри. Смотри, откуда я поднялась. Вот весь город подо мной тут. Вот он. Вот откуда я поднялась. Ну, если я здесь спускаться буду, я просто обошла вот так вот, кругом. И по-другому поднималась. Но факт в том, что вот она. Вот так вот. И вот это сооружение стоит здесь, на горе. Какие странные деревья живутся. Не знаю теперь, как мне спускаться. То ли с этой стороны, вот то ли отсюда вниз, то ли по той тропинке, где я показала по лесу, то ли пойти вот той дорогой, которой я пришла. Которой я пришла, вы уже видели, но там есть еще другая сторона. Очень интересная. Сейчас я вам покажу. О, мой дедушка тут стоит. Привет. Приветики-приветики всем. Бай-бай. Да, я получила огромное удовольствие. От увиденного. Обязательно узнаю, как называется этот храм. В каком веку просто построено. И что вообще тут происходит. И обязательно выложу его у себя на странице. Как красиво, Мариночка. Да, красиво. Тут красиво, да. Думаю, отсюда спуститься или по тропинке, где вот по лесу. Нет, ну ладно, аж с Коль уже пришла сюда. С этой стороны спущусь. Вы знаете, спуститься намного тяжелее, чем подниматься, кстати. Вашу папу звали Тристаном. Почему звали? Он и есть. Тристан Семенович. Жив, здоров. И пускай живет еще лет 50. И здравствует. Здравствует. Так. Сейчас я спущусь. Я иду сейчас на звук песни. Где-то какой-то вот кто-то что-то репетирует. Я хочу дойти до этого места и показать. Хочу вам показать и дать вам послушать. В общем. Послушать и посмотреть эту китайскую репетицию. А вашу бабу? Янка. А вашу бабу как? Тристан. Красивое имя. Да. Спасибо, молодец, что нас взяла. Да. Вот вы можете сказать, что вы были в парке в Шинчжине. Где на горе храм, где молятся ламы. Протрите камеру. Ну, давайте я сейчас протру. Надеюсь, протерлась. Тут у меня... О-о-о-о! Иногда говорят, если вы делаете, снимаете порчу или что-то, надо, видите, на дорогу, где... Ну, крестная дорога. Ну, чтобы где крест. Вот, пожалуйста, тебе и туда дорога, и туда дорога.